Ну и продолжим мы тему спорта Девушки, добрый вечер! Здравствуйте! Мы рады видеть вас у нас в гостях в «Бесконечно». Как у вас настроение? Замечательно, как обычно. Можно я поинтересуюсь? Сразу острый вопрос. Я так понимаю, что вообще приход, как минимум, Екатерина у нас был под вопросом. Вы же были на карантине, правильно, да? Да, все верно. Оль, ты тоже была на карантине? Хорошо. Две недели сбора, две недели карантина. А как проходит у вас карантин? Что изменилось? Где жили? Ну, мы находились в одном месте с Екатериной, в Раубичах. Вот. Ну, ограниченные контакты максимально. Единственное, что через два дня, когда пришел первый результат на коронавирус, отрицательный. Так, уже стало полегче. Уже стало полегче, и нас стали выпускать хотя бы немножко двигаться. Но, опять-таки, это все очень ограничено. Ограниченное пространство, так как там еще находились спортсмены здоровые. Поэтому, чтобы никого не подвергать риска, мы тренировались. Ага, я понял. Вот я хотел как раз задать вопрос, когда вы вообще в последний раз бегали, с учетом того, что вас там в Раубичах изолировали. Это вам такой вопрос. Вы когда в последний раз бегали? По мне видно, что давно это было. В последний раз я пытался подготовиться к прошлому полумарафону Минскому. Безуспешно. Девчонки, вы когда... Нет, просто я раскрою тайну еще. Катя Корниенко, это один из тренеров команды Dream Team, которая, ну, является такой медиа-командой, которая популяризирует Минский полумарафон. У меня просто там со спиной начались проблемы, поэтому я убежал. Конечно, конечно, конечно. Сейчас видно, что и не только сзади, и лица, и спереди появилась. Нужно, короче, заниматься спортом. Но, девчонки, когда в итоге последний раз тренировки у вас были? Или они сохранили режим? Были однозначные тренировки. Конечно, у нас было минимальное какое-то расстояние, где могли побегать. У нас территория, конечно, была закрыта, но раз в день можно было выйти, хотя бы подвигаться. Тем более, как бы я заранее знала, что мы пойдем в карантин. И когда мы уезжали со сбора, я с собой перехватила коврик, купила, кипятильничек. Все с собой в карантин. И так и взяла карты, да, как положено. И поэтому первые дни мы занимались просто в комнате. Мы сдвинули кровать на кровать и выделили себе минимальную площадь, на которой можно было какую-то круговую тренировку в помещении делать. А вы, может быть, слышали, продолжим тему карантина, как во Франции. Один из, я не знаю, это профессиональный спортсмен или любитель, он устроил. Мужчина пробежал марафон на своем балконе. Там ситуация настолько серьезная, что не разрешают выходить. Вот так это выглядело. Мы бы только что его обсуждали. 6 часов 48 минут заняла у него марафонская дистанция. Оль, расскажи, а такое время как для марафона вообще? Это же сложнее бегать на балконе, в конце концов. Ну, я вообще не представляю, как можно там пробежать. Вот, и верно ли его часы измерили это расстояние? Потому что чем больше поворотов за воротов, тем часы меряют, ну, GPS, точнее. Да, трекер сам. GPS меряет, ну, не точно. Погрешность там есть. Есть погрешность. Вот, поэтому, ну, молодец, что в таких ситуациях. Что можно сказать? Можно? Молодец. Молодец, ну, я бы так не делала, да? Да, но я бы на балконе не пробежала. Вы потенциально должны были бежать этим летом. Олимпиада в Токио отменилась, конечно, ну, мне кажется, для, прежде всего, для телезрителей, для болельщиков по всему миру, это, конечно, ну, печальная новость. Но и для спортсменов это... А что вот спортсмены почувствовали, когда поняли, что Олимпиаду перенесли на год? Вот, хочется каждый из вас мнение услышать. Ну, вы знаете, что марафон такая дистанция, к которой нужно очень долго готовиться. И очень долго восстанавливаться. То есть, пять-семь марафонов пробежать просто нереально. И для того, чтобы максимально хорошо выступить, я, ну, решила оставить себе много времени для подготовки, чтобы все было ровно, спокойно, без болячек, без травм. И как раз-таки для того, чтобы осталось побольше времени, я запланировала ранний марафон на январь месяц в Китае. В Китае. В Китае, да. Но тогда Китай уже начал... Не хочу на себя наговаривать, но... Китай начал закрываться, если не ошибаюсь, да? Все злачные места, кстати, в этом отношении. То есть, ты успела съездить туда, да? Я, естественно, съездила, я стартанула марафон, но вся моя драма в том, что я травмировалась все-таки. Времени, в принципе, мне хватило и восстановиться, и подготовиться. В это время я должна была уже уезжать на подготовку, на высоту, в горы, да. И благополучно, спокойно, готовиться, не жалея себя. Я понял. То есть, ну, можно ли так вот подытожить, что эта ситуация с учетом травмы, которая была в Китае получена, она, ну, тебе конкретно, Оль, она пошла на пользу. У тебя есть время восстановиться полноценно и подготовиться к старту в следующем году, уже в 21-м. В марафоне такие травмы, они все просто от, наверное, усталости психологической больше. Вот, то есть, когда ты головой уже отдохнула, все, понимаешь, что я хочу, я готов, я буду, и все сразу отпускает. И не нужны никакие ни врачи, ни лекарства, ничего. То есть, главное отдохнуть. Главное отдохнуть, да. Я понял подход. Потому что спорт, это все исключительно голова. Кать, а ты что почувствовала, когда узнала о переносе Олимпиады новость? Ну, у меня ситуация немножко не такая веселая, как у Ольги, да. У нее есть уже олимпийская лицензия, и она сейчас отдохнет. И в следующем году, да, она уже выстрелит. У меня, получается, больше проблем будет с попаданием на Олимпиаду, потому что нету стартов в этом сезоне, то есть, и нету рейтинговой системы. То есть, я не смогу набрать очки. Но также и остальные спортсмены, они тоже в такой же ситуации, во всем мире, да? То есть, как бы, и еще самое трудное, если у тебя нету высокого личного рекорда на какой-то дистанции, да, тяжело и заявиться на хорошие коммерческие старты, где хорошие баллы. То есть, ну, тут одно на одно накладывается. Ну, как бы, я не считаю, что для меня это как какой-то минус. Просто я уже была настроена на сезон, хотела стартовать. Ну, нет так нет, как бы, мы все равно дальше будем тренироваться. И плюс один год, ну, на мне это еще никак не скажут. Я думаю, может, я еще больше опыта наберусь, потому что я не так два года только бегаю 5000 метров. Поэтому я думаю, я только еще стану сильнее за этот год. Расскажите про Минский полумарафон. Я так понимаю, что все в силе. Мы надеемся, что к сентябрю, ко дню города все это все пройдет, закончатся карантины, да? Что вы слышали, что готовится, что ожидается? Ну, я сразу позвонила в Федерацию, точнее, Вадиму Анатольевичу. Говорю, выкладывайте все, как есть, по чесноку. Бежим, не бежим. Да, спешим или нет, потому что, ну, бегать просто так. Деньги на литр. Да, 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 тратить здоровье. Как-то так не хочется, но сказали, что все в силе. Идет регистрация, так что регистрируйтесь. Просто Оля многократная чемпионка Минских полумарафонов. Да, мне любят там ставить приставку многократно, там еще что-то. Я выиграла там два раза. Ну, я тоже, я бы так тоже делал, честно. Да, два раза бы что-нибудь выиграл, я бы ей говорил так, многократный чемпион. Каждый раз выходит, каждый раз выигрывает. Ну, как не сказать, да? Почему бы и нет, да? Катя, от тебя пару советов, потому что, ну, так же люди сейчас, особенно те, которые сидят дома, да, ведь в парке гулять на самом-то деле не запрещено, да? По одиночке бегать тоже не запрещено. Можете выбегать на улицу, выходить в парках тренироваться. Ну, расскажи, с чего лучше начинать, потому что сейчас сезон такой начинается, высокий, даже у людей, кто раньше не бегал. Ну, конечно, если вы только начинаете бегать, поберегите силы. Во-первых, вам сейчас нужен будет иммунитет, потому что сейчас ходит инфекция, и надо, чтобы здоровье... Ну, я бы, честно говоря, переждала до июля. Это для меня, Савис. И за один месяц. Я тебя обожаю. Я бы просто доверился в твои руки лучший тренер нашей страны. Мне кажется, Катя Горниенко, подожди до июля, а там уже лето закончится, там уже не пригодится. Там уже некогда, да, начинать. Я сейчас предлагаю все-таки немного мотивировать. Страна-то смотрит, подумает, ну, как это спорт забросить. Мы с вами сыграем в наш интерактив, который называется «Импульсы города». Пожалуйста. Уже практически мы на старте. «Импульсы города» мы играем с Катей Горниенко и Олей Мазуренок. Мы с Андреем тоже сразимся в этой игре. На нас фитнес-трекеры надеты. Ой, я уже бегу куда-то из-за. Подожди, рано запустил. Мы сейчас посмотрим, кто из нас сожжет больше калорий, выполняя простые действия, которые нам с вами приходится дома в условиях того, что мы дома много сидим, выполнять. Например, я не знаю, вот мы зеркало кому-то достанете, кому-то картошечку. Ну, давайте тянуть. Я вот это давайте. Не бойся ты уже. А я вот это хочу. Ну, у меня, я на скакалке. Натираем зеркало. Я, значит, скакалочку беру. Андрей, занимайтесь, пожалуйста, вашу позицию. Я картошечку. Так, я бы хотел попросить режиссеров, вы не могли бы позвонить на этаж под нами, предупредить, что Женя будет прыгать сейчас? Там студия программы Пин-код, нет больше программы Пин-код. Потому что там оператор будет немножечко. Сейчас Оля Мазыренок будет надувать шайрики, когда мы запустим наш таймер, в течение двух минут Катя Корниенко будет дранички натирать, картошечку на дранички. Андрей будет чистить зеркало, собственно, то, что сейчас дома актуально. Ну, а я, как обычно, займусь... Привычным делом. Три, два, один, поехали! А руки надо было помыть. А, сходит. Закончилась быстро моя вот эта вот... Мерену, ты, Оля, не спеши. Калории там не сжигаются. Если у меня закончится картошка, что мне делать? Ты думаешь, настолько быстро там? Тогда мы вынесем мясо и лук. Воняет уксус? Мне выпускать шарик. Это уксусом от моей скакалки. Можно выпускать, можно прям выпускать. Ничего себе. Это дополнительное шоу было. Так. Так. А всем неинтересно или только мне? А мне сейчас кто-то включит телевизор, Беларусь один, думает, что за психодел творится. Берлин на скакалке. Спортменки у нас там занимаются. Одна моя мама посмотрит и скажет, ну все как надо. Сыночек молодец. Сынку молодец. Хоть одно зеркало в жизни побыл. Сыночку правильно воспитала. А вот Оля... Я не фонами зацепился. У меня тряпка волосатая. А Ольга готовится у нас к 9 мая. Как дела у вас? Нормально? Если бы еще видеть, сколько калорий уже сожжено, было бы актуально. О, меня я вижу. Я пока много сжег. А можно же вот так вот, скорее всего? У меня бицепсы не качают. Сколько еще заниматься этим? Минута нам 5 прошла. Господи, что ты боже мой. Осталось 3 секунд буквально так. Мне кажется, таймер врет, но тем не менее. А мой муж думает, дома ее не заставит раники делать. Достаточно. Я с тобой заберу? А Женя и соседи думают, что нормально, он как и дома как прыгает. Ну и поэтому сосед так и съехал, если да. Женя же раньше работал в Дазари. Он танцевал. Думаешь, поэтому клуб закрыли? Да. Абсолютно точно. Увидели эту хореографию. Ну что, что нам показывает таймер? 15 секунд. Короткая скакалка, я вам скажу, это наказание. Пошли отговорочки. Пять секунд последние. Пять секунд. У меня скакалка короткая. И время вышло. Жень, главное не разъехать скакалки, а только ты ее пользуешься. Всего 26 калорий сожгли. Четыре картошки, 20... Да я наем на драниках намного больше. А какие у нас ведь активные или всего кал? Сожжено 92 калории. А? Как вам на скакалке? Что? У вас какие показатели? Такие были ваши сжигатели, Евгений Михайлович, я вам хочу сказать. Тут исходные данные, мне кажется, решают. 29. 29. Девчонки, у вас? 83. А, 83, это... Ладно, занимайтесь, я не дам мыло еще. Друзья, занимайтесь спортом, даже дома, на карантине. А у нас Оли Мазырёна, Кякась Корнинка. Девчонки, это вам. Спасибо большое. Спасибо. У вам удранники. Продолжение следует...